Слава Богу, друзья, сегодня 27 марта, 2018 год, и сегодня утренняя молитва. Конечно, сегодня траур в России национальный. И молюсь, конечно, всех пострадавших в Кимерово. Траур общенациональный, он не объявлен так называемым лидером национальным или кем-то, объявлен самим народом. Трагедия, действительно народная трагедия. Говорили, дети, Боже помилуй. Сегодня утренняя молитва, и я хочу делать причастие в Харистию, но, знаете, вот без ноя, в обновлении, да, я даже в дни боли, даже в дни трагедии, я скажу, что все эти раны нечеловеческие, они, ой, Боже, только Бог может исцелять эти раны. Я вчера весь день был, как просто, и отец Алексей тоже звонил, мы общались. Весь день только плакал и молился. Молился и плакал. И под вечер я настолько обессилел уже, что просто потом немного вот тоже поел и причастие совершил уже поздно вечером. Укрепился как-то этим. Вот действительно, телом и кровью Христа. Меня это укрепляет. И действительно всегда надо размышлять, размышлять о теле и крови Христа. Конечно, страшно думать еще о жертвах, о родителях, о всех. Но я верю, что наша кровь всех этих невинных жертв, вот это одно, а кровь Агнца Божьего, это совершенно другое. Я верю, что свобода в России придет через кровь Иисуса Христа. Через кровь Иисуса Христа. А кровь этих невинных жертв нас заставит задуматься у многих людей. И молиться Божьей Ааронетю исцели Господь сегодня во имя Христа Иисуса. Я буду включаться уже в прямой эфир. Слава Иисусу Христу. Слава Спасителю Господу. Богу Всемогущему. Аллилуйя. За все, за все. Благодарю я Господа за все. Благодарю Его, сваляя Его. Доброе, несмотря ни на что. Несмотря на боль. Несмотря на трагедии, на слезы наши. Доброе утро. Обновление милости Господней. Спасибо Тебе, Боже, Всемогущий Господь. Даже в дни плача, Боже, я знаю, Господь, и слез, и горе, и трагедии, и траура. Я знаю, Господь, Боже, Ты целитель наш. К Тебе устремлены взор наши. К Тебе, Господь, устремлены сегодня наши сердца. Утешь, Господь, исцели, Боже, потому что по-человечески нет утешения, Господь. Боже, как Арахиль плакала о детях своих, и не могла утешиться, потому что их нет. Боже, и так, и сегодня, Господь, Боже, это боль утраты, боль скорбей всех, невинных жертв всех этих. И гибели детей там в Кемерово, Боже, и Боже, всемогущие сотни детей пострадали, Боже, всемогущие. Но я знаю, что взрослых много, Господь, Боже, всемогущий. Я знаю, у Тебя есть исцеление, у Тебя есть исцеление, у Тебя есть благословение. Боже святой, Боже святой, в том огне, в Кемерово, в воскресенье сгорели тысячи и горят тысячи сердец, тысячи жизней. Моя душа тоже объята пламенем была вчера в молитве, да и сейчас с утра просто не могу, просто и плачу, и молюсь, и молюсь, и плачу. И знаете, я сейчас хочу укрепиться, я вчера вечером укрепился, укрепился в левом преломлении, в причастии. И сейчас утром хочу тоже укрепиться в хлебопреломлении, в причастии, потому что это моя крепость. Потому что это... И здесь в Украине льется кровь, идет война. На всей земле идет война, на всей планете идет война. Льется кровь и слезы каждый день. Столько трагедий. Я помню здесь в Киеве, когда еще в 98-99 годах, тогда вот стали посещать там эти больницы, молиться, стал посещать, молиться, там онкология, здесь на Номоносово, детская. Знаете, настолько было страшно, как будто в ад спускаешься, как будто приходишь в ад. Особенно отделение взрослой еще прошел я более-менее как-то так. Ну, страдал, но тяжело было, действительно, как в аду просто. Я понимал, что вот я ничего не могу. А что им дать? Апельсинчики, лимончики, что принесли? Это все ерунда. Им нужны не апельсинчики, а лимончики. Им нужно чудо, им нужно исцеление. Я понимал, что это невозможно. Мне, как человеку. Это только Богу возможно. Я только молился и вопил к Богу. Дальше иду. Но когда уже в детском отделении был, я уже просто не мог спокойно наблюдать. Там, когда дети были еще года, нет ребеночку. Мамы, похоже, их не были на, ну, знаете, как вот привидения какие-то, не знаю. Как будто человеческого у них не осталось уже ничего. Они сами как тени ходили. Глаза такие, застывшие боли. Это было отделение Красно-Ломоносова, здесь в Киеве, где списанные были детки. Ну, так врачи сами говорили. Списанные. То есть уже как бы все пробовали, все лечили. Их лечили уже и ничего уже не вылечили. И им оставалось там кому-то часы жить, кому-то дни. Там они были. И молился за этих деток. Там, где годовало дети, там он лежит еще, маленький дечет, еще несколько месяцев ему, еще года нет еще, ему с мамой лежит там. Вот. А от живота такая же опухоль, как этот живот вообще. Страшно смотреть. Или голова, или что-то еще. Вот. И каждый день там смерть, каждый день там умирают люди. Я молился, ходил по палатам. Вот. И понимал, четко понимал, что я сам ничего не могу. Вот. Сам ничего не могу. А только Бог. Только Бог может. И молился, и знал, что Господь милости, Господь добр, благ. Спасибо, Господи, спасибо. Кто-то примирялся с Богом из деток постарше, из взрослых. Кто-то просто слушал. А кто-то еще совсем неразумное дитя. Дитя там лежало, молился за них. И, знаете, вот эти трагедии все, и вот так, что произошло в эти дни, вот в Кемерово и многие другие. И, знаете, вот молюсь, и я понимаю, чем больше в молитве сейчас я больше понимаю, что как человек ничего не могу. Вот. Это только Бог может, действительно. А Бог может. Бог может. Он совершает чудо. Он совершает чудеса. Спасибо, Господи, спасибо. И мое укрепление только Господь. Если бы не Господь, то... Не знаю. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Сто двадцать восьмой псалом. Один из псалмов восхождения. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. Это сто двадцать восьмой псалом. Читаю он один из псалмов восхождения. И в эти дни, вот, читаю псалмы, эти восхождения. Размышляю. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. Давайте скажем это, то, что сказал Израиль. И что должен говорить Израиль. Второй стих. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. И дальше написано. На хребте моем орали оратые, ну, пахали пахари, так можно сказать проще. Проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен. Какие бы борозды не были на наших сердцах. Раньше, от юности, в зрелости, в старости. Я не знаю, в любом возрасте, знаете ли, но самые болезненные, наверное, это детские, юношеские. Они самые глубокие по-живому, знаете ли, еще. Вот эти, здесь сравнение, как раз вот эти орали, оратые, так уже не выражаются в русском языке. Это уже, это старое слово. Вот уже, хотя, вспоминается в пословицах, перекучем мечи на орала, допустим, да. Вот имеется, знаете, вот эти вот плуги, эти плуги. Оратые, это, значит, кто работает на плуге, пахари. А орали, значит, пахали. И вот нас тоже порой всякие пахари пропахали. На что нас тоже порой, знаете ли, всякие обстоятельства, всякие события, шрамы свои, борозды написаны, длинные борозды свои проводили. На наших сердцах, на наших душах, в наших церквях, общинах, на Израиле. Эти борозды, следы до сих пор, уродливые эти следы, борозды эти видны. Трагедией. Если вы в Израиле будете, в Иерусалиме, там музей яд вашим. Вот, посмотрите, это такая борозда. Шесть миллионов душ. Это такая борозда глубокая и длинная, что... Ой-ой-ой. Так вот, и в Библии мы читаем такое, что просто, как говорят, не приведи Господь. Действительно. Но Господь, написано, 4 стих, дальше. Но Господь праведен. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, ты действительно праведен. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже, ты праведен, Боже. И дальше написано. Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящиеся. Он... Этот год, он... Он еще и в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, он обозначен как год семидесятилетия Израиля, возрождение Израиля. И, знаете, вот действительно, как здесь написано, да, постыдятся и обратятся назад все ненавидящиеся. Действительно, вот все низкое движение, которое возникло, это действительно Божье пробуждение в народе израильском и во всех народах нашей земли. И когда в 48-м и в 67-м эти чудеса произошли, в 20-м столетии, в 1948-м возродился Израиль как государство, а в 1967-м Иерусалим вновь стал еврейской столицей, еврейского возрожденного государства. Хотя это не было признанно миром, как бы сообществом. Америка, вот США, допустим, Дональд Трамп, президент Америки только в конце прошлого года, да, это сделал Дональд Трамп. Слава Богу за Дональда, конечно. Слава Богу за то, что... Потому что еще Рейган, Рональд Рейган, по-моему, обещал. Кто-то еще... Да не все обещали, в принципе, там и Буш обещал. Вот и Иерусалим признать столицей. Ну, вы знаете ли, не то чтобы кишка тонка, а дело в том, что, наверное, еще не было время. Есть времена и сроки всему. Вот, и вот в конце прошлого года это чудо произошло. Наконец-таки, слава Богу. В 1967-м он фактически стал Иерусалим столицей еврейского государства. После войны кровопролитной, и после того, действительно, это чудо, когда евреи снова смогли вернуть себе Иерусалим как столицу свою. Вот, и в 67-м, 50 лет назад, представляете, уже больше 50 лет. И вот спустя 50 лет, вот, наконец-таки началось признание. Постепенное признание. И вот, да, постадятся, обратятся все назад, все ненавидящиеся. Сегодня молюсь за Израиль, сегодня молюсь за Иерусалим, молюсь за Израиль сегодня. Молюсь за Россию, молюсь за Кемерово. У меня там много друзей. В Кемерово я часто проповедовал Евангелие, проводил семинары. Там много церквей хороших. Я получаю сообщения от пастырей. Вот, с Кемерово от верующих, они еще более ужасные, чем то, что пишут в СМИ. Вот, там, правда еще более жесткая, еще более страшная, честно говоря. Верующие просто молятся сейчас, конечно, там сотни трупов и молятся. Вот, тысячи людей пострадали. Так или иначе, для многих матерей, отцов, потерявших своих детей, вот эти длинные борозды, как здесь написано в сравнении с бороздами длинными, на всю жизнь. Вот, и это неисцелимая травма. Это только Бог может исцелить. Это никакие ни психологи, ни священники, ни церковь, ни государство, никакие там терапии, ни медицина, все бессильно, на самом деле. Только Бог может сделать чудо. Только Господь по себе знает. Да будут написано, те ненавидящие, да? Да будут, как трава на кровлях. Но сегодня у нас, в первую очередь, брань наша не против плоти крови, но против духов злобы поднебесной. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели исторнуто, засыхает. То есть все завянет. Как я молился, тоже молился, как-то, я уж даже не помню, как год, прошлый или позапрошлый год. А, не прошлое, позапрошлый, даже позапрошлый, даже не важно, короче. Здесь вот недалеко за Киевом есть село Гнидон. Вот в этом Гнидоне, там молился как раз я в этом селе. И так получилось. Летом было, вот, и там в частном доме, рядом гора, никого нет, там дальше соседей, там просто лес и гора. Окраина, Гнидона такая. Вот, значит, и туда выходил, молился. Там можно было и молиться, как хочешь, громко молился, никому не помешаешь. Ну, вот, и пою песни, молюсь. И так интересно было. Вот, такое переживание было необычное. Я так раньше никогда не молился. Вот, ну, я бывало, что какие-то песни вспоминал на молитве и молился этими словами этих песен. Бывало такое не раз. Но здесь я молился, понимаете, вот, пел гимн Украины и молился по этим стихам. Вот, так интересно было. Прям вот, ну, это явно, что было такое божье, такое проведение, что ли. И там есть такой стих. «Сгинут наши враженьки, як роса на солнце». И я молюсь, молюсь в духе. И, представляете, вот, я не видел это глазами своими, но мне казалось, как будто бы глазами. Это как вот, это настолько явно представилось мне вдруг, само собой. Как бы просто само собой представилось. Вот, я специально не думал что-то, как бы, представить и вообразить. Но настолько реально представилось, что у меня было ощущение, как будто я вижу это глазами физическими. Вот, настолько было удивительно. Вот, это очень ярчайшее было такое, вот, как бы, воображение, представление. Настолько ярчайшее, что, я говорю, я был убежден, что даже физически это можно было увидеть. Вот, и я продолжаю также молиться. Не могу дальше, ну, и не хочу даже останавливаться. Молюсь, молюсь в духе. И, знаете, вот, как будто я стою на поле огромном. Там-то маленькое, там небольшие участки такие земли. И дальше лес, и гора. Вот, как будто бы я стою на огромном поле. Травы много. А там дальше деревья тоже, вот, в том, как бы, представлении, как бы, да, видения. Вот, говорят, в духе видения, да, вот, говорят. Такое выражение есть еще красивое. Вот, значит, и... И вот, значит, на том воображаемом, как бы, поле, да, вот, видений в том, значит, там, значит, много росы. Столько много. Я ее ощущаю прям даже, такое, знаете, вот, видение, которое можно даже почувствовать, ощутить. Ощущаю эту росу. Знаете, когда вот выходите летом, да, обильно роса, и вы выходите на траву. И вот у вас, а если у вас там ноги голы, допустим, да, колени там, и вот, и ощущают ноги вот всю эту росу, всю эту траву, она вас так вот щекотит, значит, и, и, вот, орошает. Мокрые у вас ноги становятся сразу, да. Значит, и вот, и вот я как будто бы стою в этой траве. Я понимаю, сейчас еще два-три шага, и я буду полностью мокрый, ноги все по всему, потому что такая обильная роса, но я ее мало вижу. Вот, больше ощущаю, как бы. А почему? Потому что вот в том, как бы, увиденном, да, видении в том, значит, воображении, значит, которое само собой так вот показалось в духе, вот, там, значит, не было солнца. Оно только-только начинало подниматься в том, в реальном мире, в котором я вот, ну, как бы, в том реальном, в котором я, значит, находился в тот момент. В молитве солнце уже поднялось давно, значит, было светло, вот, а в том, как бы, которое вот мне показалось, да, в видении, оно, значит, только поднималось еще это солнце. Я молюсь дальше, молюсь дальше в духе, молюсь на осеках, молюсь умом, молюсь в духе. И, и представляете, вот в том видении солнце начало подниматься все выше и выше, и вот лучи уже ударили по этому полю, и все заблестело вдруг. Я же даже, мне показалось, как будто физически могу это увидеть, вот, тот мир, другой мир, и все заблестело, как будто бы с жемчугом таким, знаете, вот, настолько засияло. Я же даже был восхищен, удивился, вот, и, знаете, вот, для меня такое потрясение, вот это то, что увиденное было, вот это вот, в духе, будем так говорить, да, вот. Вот, и, а что это, я не знал, дальше молюсь. Солнце выше и выше поднималось, все блестело, блестело, но когда оно достигло уже зенита, к этому моменту, я смотрю, роса уже все сошла, она высохла, сухая трава. И вот у меня такое понимание возникло, само собой, естественным образом, что солнце поднимается, да, роса, много росы, но когда, и она видна, становится очень ярко, когда солнце поднимается. Вот, еще в полумраке они видны, как бы, но когда поднимается солнце, тайное становится явным, все, все это видно, все это, и враги все видны, как будем так говорить, вражеское становится, все видно. Вот, но, в свете слова его, но когда в зените славе Иисус Христос, это солнце, я так понимал, как бы воображение в том, введение в том, что это как Христос, это как вот слава Божья. Когда в зенит он входит, в наши жизни, в стране, в народе, неважно где, то всякая роса, как роса на солнце, все, высыхает. И вот здесь написано, да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет истогнута, засыхает. Вот тоже образ такой. Траву, значит, рассыпали на кровли, и она высыхает. А в Израиле солнышко какое яркое вообще. Там летом, там все очень быстро высыхает. Там даже, когда приезжаешь в Израиль, там, значит, сразу говорят, что надо пить воду, постоянно пить воду. И, значит, я, кстати, до поездки в Израиле, только один раз был только в Израиле, давно уже это было. И, знаете, значит, сколько лет, там, 13-14 назад там еще визы были, когда эти все. И там все время вносишь с собой водичку, потому что там инструктируют, что постоянно пейте воду. Вот так вот. Нет, привычка осталась с того момента как раз. Я люблю очень пить воду. Раньше не любил до поездки в Израиль как-то. Надо было мне чем-то ее закрасить, чем-то там. С чаем, там, компотом, чем вообще. Просто воду как-то, не знаю, не любил пить. А здесь в Израиле полюбил воду, именно просто воду пить. Оказывается, это самый лучший напиток вообще. Удивительно. И о траве об этой, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущей снопы горсти своей. А проходящие мимо не скажут благословение Господне на вас, благословляй вас именем Господнем. Потому что это благословение, оно только лишь на тех, кто действительно с Господом, кто действительно в Божьей воле, в Божьей милости этой. И сегодня, в отличие от ветхозаветного, того времени, древнего, сегодня, по милости Господне, Бог примирил с собой весь мир. И сегодня, знаете ли, вспоминая, вот читая эту песню «Восхождение», 128-мой Псалом, размышляя о том, что действительно сегодня Бог, желая всех спасти, Он в новозаветном откровении говорится, возлюбив этот мир, отдал Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Он возлюбил Бог, этот мир. Я сегодня хочу принять это причастие, укрепиться сегодня телом и кровью Его, этими размышлениями о теле и крови Христа, потому что без Него ничего не могу сделать, даже и не могу представить, и не хочу представлять даже. Без Его укрепления нет жизни. Он моя слава, Он моя хвала, Он мое словословие, Он моя жизнь. Господь Иисус, Иисус мое воскресенье, Иисус моя жизнь, Иисус моя Пасха, Иисус Христос, Он мой Господь, Иисус Христос, Он мой Бог, Иисус Христос, Он мой Целитель, Иисус Христос, мой Освободитель, Иисус Христос, мой Утешитель, мой лучший друг, мой брат. Иисус Христос И я очень благодарен Ему за все Очень благодарен Нет слов просто Не хватает слов Я художник Для меня моим словом является выражение Является живопись, график Оно даже и так не выразишь Но как могу выражаю эту любовь Божья любовь Спасибо Господь за все Спасибо тебе Царь Вселенной Благодарю тебя Господь Примем давайте братья и сестры Хлебопроломление причастия и вхалистию Налейте себе немного сока Возьмите хлеба Если нет сока, просто воды даже налейте Возьмите хлеба, воды Но самое главное Причастие, я повторяю Что мы совершаем не просто устами своими Или желудками Наше причастие совершается в первую очередь здесь и здесь Поэтому не вещество Самопричастие важнейшее здесь Или не слова литургийные Или не обряды какие мы совершаем Это литургия очень укороченная Знаете, самый минимум Но это все равно литургия Потому что литургия совершается в первую очередь здесь и здесь В нашей душе совершаются литургии божественные Причастие и вхалистие Хлебопроломление Тело Христа Кровь Христа Спасибо Господь за все Свобода через кровь Христа Исцеление через кровь Христа Спасение через кровь Христа Исцеление через кровь Христа И воскресенье, и жизнь через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Спасение через кровь Христа Исцеление через кровь Христа Освобождение через кровь Христа Жизнь через кровь Христа Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение Спасение через кровь Христа Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной Боже, Твоя кровь и Твое тело Твоя кровь и Твое тело Твоя кровь вопиет к небесам громче, чем кровь Авеля Громче, чем кровь всех невинных жертв этой земли Чем кровь даже детей этих кемеровских, этих дней Всех трагедий, всей боли нашей, наших этих шрамов Всех, что борозды эти прошли по нашим душам, нашим сердцам Твоя боль, она взывает громче Потому что это боль непорочного тела и непорочной крови Святого тела и святой крови Это тело и кровь Бога нашего Слава Тебе, Господь Всемогущий Слава Тебе, Отец наш И соверши, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего Аминь А то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего Аминь Приложив это Духом Твоим Святым Аминь, Аминь, Аминь Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Бог Всемогущий Слава Тебе, Господь, Боже Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе Слава Тебе, небесное и земное соединяются Небо и земля поцеловались в этом причастии в хлебопреломлении Небо и земля Спасибо, Господь Спасибо, Боже Весьмогущий Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Я благодарю Тебя, Господь Божий И рассуждаю сегодня о теле Твоем Потому что Ты пролил свою кровь И Твое тело было ломимо за Меня За Меня и за каждого из нас За все человечество, за весь этот мир И Ты, Бог, всемогущий, всесильный Примирил с Собою весь мир Через кровь и тело Иисуса Христа Во Христе примирил Собою мир весь Не вменяя никому больше При грешении наших Заблуждений Всего нашего Ты принял, как благой, добрый Отец Обласкал Одел, обул, накормил Пир в Доме Твоем О возвращении человечества О возвращении всего мира Агнец Твой от века закланный Боже Это величайшее чудо Действительно от века закланный Но в нашем земном этом мире Тварном измерении Нашим временом Две тысячи лет назад Это явилось И совершилось на наших глазах Чему мы свидетели Боже В воскресенье Христово Видевше Поклонимся Святому Господу Иисусу Единому безгрешному Кресту Твоему Тебе мы Распятию Твоему Твоему распятому Сыну Божьему Телу и крови Твоим Поклоняемся благой Тебе мы поклоняемся Христос И святое воскресенье Твое Поем и славе Ибо Ты Бог наш Кроме Тебя иного не знаем Имя Твое призываем Придите все верные Поклонимся Святому Христову Воскресенью Страданием и воскресеньем Его Боже Через крест Всему миру спасение Воскресенье И жизнь Воскресенье и жизнь Воскрес Иисус из гроба Как Он и предсказал Подарив нам жизнь вечную Подарив всем жизнь вечную По великой своей милости Воскресенье и жизнь Благодарю Тебя Господь За тело и кровь Твоей Боже Благодарю Тебя Действительно Твоя жизнь Господь Твое исцеление Твое благословение Какие бы борозды не прошли По нашим душам По нашему сознанию По нашему подсознанию По нашим телам Какие бы борозды Греха Проклятия Беззаконий Боже У Тебя есть исцеление У Тебя есть действительно Полное исцеление Господь Святой Слава Тебе Благословенный Бог наш Благословенный Царь Призывай кровь Святую Иисуса Христа Сейчас О Боже Спасибо Боже Спасибо За эту божественную Литургию За эту Евхаристию За это хлебопреломление Благодарю Тебя Благодарю Тебя Боже Святой Слава Тебе Слава Тебе И хвала Слава Тебе Благодарю За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю Господь За воскресенье Твое За победу Твою Твоя победа Господь Победа Победа Твоя В моей жизни Твоя победа Божья В моем сознании В моем служении Твоя победа В моем служении Твоя победа В моей семье Твоя победа В моем деле В моей работе В деле моих рук Твоя победа В моем творчестве Твоя победа Во всем Твоя победа В моей мастерской Художественной Да Да Я Тебя уже благодарю За это Господь Всемогущий Ее еще нет Но Я уже Благодарю Господь Мы имеем это право Благодарение за все То что было, есть, да то что будет За все, за все благодарим Господа Спасибо тебе Господь Благостави Божьи братьев, сестер, всех Кто подключался к прямому эфиру Кто в записи потом смотреть будет Благоставляй вас также во имя Христа Иисуса Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь Слава Иисусу Христу Навеки слава Богу Святому Аминь И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа, братья и сестры Друзья мои Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям Которым надлежало бы нам спастись Которым мы спасены Которым спасаемся Слава Господу Благоставляю всех вас Во имя Господне С миром всем Божьим Завтра Да Утром тоже Подключаемся на молитву Сегодня вечером Продолжаю предпасхальные беседы Продолжим Да Продолжим сегодня Мир всем вам Да А кто в среду будет в Киеве Если планируете То приходите на семинар В среду Это будет публичный Открытый семинар Интерактив Общение Вопрос-ответы На Лукьяновке На Мельниково Там Восьмидесят один По-моему Два Ну там адрес есть Там в сети Опубликовал Везде уже Все С миром Божьим За Голгофу За кровь Я тебя благодарю